Приветствую Вас и читал я оба Ваши вопроса, которые Вы задавали. Я могу сказать, что в первую очередь ни клятвы, ни какие-то убеждения здесь нужны на самом деле. Что-то произошло такое, что Вы подняли на девушку руку, Вы применили к ней физическую силу и можно сколько угодно оправдываться, говорить о том, что Вы не хотели, что Вы не могли по-другому, что Вы оказались во властье каких-то эмоций и так далее. Но суть в том, что это случилось. И в первую очередь девушка теперь знает, что Вы можете причинить ей боль. Вы можете применить к ней насилие. И она действительно боится. Да, Вы знаете, что этого, наверное, больше не повторится. Вы знаете, что Вы не хотите, чтобы это когда-нибудь случилось вновь. И я Вас понимаю. Но девушка к Вам в голову залезть не может. Она не может быть уверена в том, что Вы действительно больше не ударите ее так, как Вы. И для этого мало простых слов. Для этого мало простых обещаний и так далее. Хотя я понимаю Вашу жизнь. В первую очередь, что нужно Вам здесь сделать? Начать нужно с того, чтобы до конца и грамотно и полно обсудить то обстоятельство, которое повлияло на такую Вашу реакцию. То есть на применение к Вам, применение Вашу прощения по отношению к девушке насилия. То есть до конца объяснить ей, что повлияло на Вас подобным образом, что Вы подняли на эту руку. Это очень важно, чтобы девушка поняла до конца и по-настоящему, поняла эксклюзивность уникальной ситуации, в которой Вы оказались. До тех пор, пока она будет сомневаться в том, что эта ситуация типовая, то есть Вы в любой другой момент времени легко можете также нанести ей вред. Так вот, до тех пор, пока она будет сомневаться в том, что ситуация уникальная, что она необычная, а будет думать или предполагать, что эта ситуация типовая. Она не будет относиться к Вам с опаской. Значит, первое, что нужно сделать, это разговаривать с девушкой относительно того, что произошло. Вновь и вновь, раз за разом, обсуждая одно и то же, стараться объяснять и показывать ей, что Вы не хотели, что Вы там ошиблись, что Вы сами очень сильно жалеете о том, что произошло и так далее. Это необходимый и важный аспект для того, чтобы девушка вновь Вам поверила. И на это требуется время. Время, но не оно единственное нужно. Не менее важно, не менее важно, чтобы Вы вели себя соответствующим образом. Не менее важно, чтобы Вы своим поведением, своим отношением показывали девушке, что Вы больше так никогда не поступите. Далее, есть еще один немаловажный момент. Этот немаловажный момент представляет собой ребенок Вашей девушке. Ребенок против того, чтобы Вы были в нем, и это означает, что он, возможно, Вас опасается, возможно, датаил на Вас обиду относительно того, что Вы подняли руку на его маму. Что ж, поведение ребенка вполне нормальное здесь, и я надеюсь, что Вы его не осуждаете. А понимаете? И Вам на самом деле нужно не требовать от девушки, чтобы она разговаривала со своим сыном. А Вам, как мужчине, нужно разговаривать с ним. Это, скажем так, более логично, потому что, ведь Вы же являетесь источником, Вы же являетесь субъектом тех проблем, которые произошли. Значит, и Вам, к сожалению, это исправлять. Вам, к сожалению, нужно разговаривать с сыном, девочки. Вам необходимо искать те слова, которые могли бы убедить его, и тоже, скорее всего, не сразу, что Вы ошиблись. Страшно, судьбоносно, но ошиблись. И Вы, конечно, меня извините, может быть, в данный момент я ошибаюсь, но кажется, что Вы ответственность за нормализацию ситуации возлагаете на девочку. Еще раз повторю, может быть, это неправда, может быть, немцы Вас скажут, но из Вашего письма получается так, что Вы ждете от нее того, что она сама с сыном поговорит, например, что она сама конфликт разрешит с ним, а Вы, Вы, скажем так, придете и просто-напросто будете пожинать плоды того, что она сделала. Это не совсем честно по отношению к девочке, это не совсем правильно по отношению к ней, а главное, это не справедливо. Еще раз повторюсь, что я на много разговариваю к Вам. И вот, благодаря такому поведению, Вашему поведению, при котором Вы, одновременно не давя на двоих, на двух людей, на этих двух людей, одновременно относятся к ним с пониманием соответствующим, да, Вот, при таком, как раз таки, поведении Вы и можете рассчитывать на то, что девочка рано или поздно со временем к Вам вернется. Только так и никак иначе. Пока Вы торопитесь, пока Вы даете, пока Вы хотите ускорить этот процесс, нельзя говорить о том, что все-то у Вас получится. Потому что личиком сильно подорвало доверие между Вами то, что произошло. Ну и попросите девочку в обязательном порядке, чтобы максимально расположить ее к Вам, попросите ее передать все те ощущения, которые она испытала, когда Вы подняли на нее руку. Чтобы она рассказала Вам, что она победила в тот момент. Чтобы она сделала это, может быть, даже не один и не два раза. Вам нужно прочувствовать ее. Опять, для Вас это будет болезнью. Вы, если действительно любите ее, то проникнете в тем, как тяжело ей, насколько это страшно, чувствовать беспомощность перед мужчиной, который вроде как является любимым. И с другой стороны, для девочки это будет означать Ваше желание ее понять. Все так же сыграет на пользу Вашему примирению и сближению к будущему. Как Вы, надеюсь, поняли, клясться не нужно. Не нужно громких слов, не нужно каких-то обещаний и так далее. Своим поведением и отношением стремитесь показать девочке, что Вы осознали, поняли, что нельзя делать каких-то вещей, которые Вы делали, что Вы изменились и больше так никогда не поступите. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего доброго.